Паранормальные свойства Это изделие знакомо каждому, но мало кто задумывается об истории его происхождения и каким образом возникали народные приметы, во многие из которых мы верим до сих пор. Об этом вы узнаете в новом выпуске «Истории вещей». Зеркало. Как часто мы смотримся в этот, казалось бы, обычный предмет? Однако оно преодолело долгий путь развития научной мысли, забвений и даже религиозных гонений, прежде чем стало повседневной вещью. Поэтому однозначно ответить на вопрос, где и когда оно появилось, невозможно. Но первым зеркалом для человека стала поверхность воды. Отсюда, кстати, возникла легенда о самовлюбленном нарциссе, который умер, влюбившись в собственное отражение в воде. Археологи уверены, история зеркал насчитывает порядка 7,5-8 тысяч лет. Первые предметы появились на территории Месопотамии, Турции, Египта и Греции еще в IV-III тысячелетии до н.э. В те времена зеркала изготавливали из отполированного обсидиана, мрамора и блестящего перита. Затем появились изделия из золота, серебра и бронзы. Их обрамляли слоновую кость с инкрустацией перламутра и лазурита. Такие зеркала нашли в гробницах египетских фараонов. Самые древние зеркала на территории Казахстана датируются IV-II веком до н.э. Это были бронзовые изделия, которые обнаружили в женском погребении могильника Кзыл-Эспе в Семеречии. Находка относится к памятникам Сакского и Сарматского периода. Эти предметы имеют душку, некоторые ручку и у всех круглая форма. И это неспроста. В тюркском народе, если взять философию тенгрианства, тенгри, или если взять культуру и традиции казахов, допустим, если мы берем юрту, она круглая, шинрак, он тоже у нас круглый. Но все имеет такое соединение нижнего, среднего и высшего мира. По сведениям ученых, бронзовые зеркала получили широкое распространение в культуре ранних кочевников. Поэтому их часто обнаруживают в погребениях на территории Южного, Центрального и даже Северного Казахстана. В наших музеях также имеются предметы периода расцвета Ханьской империи. И найдены они у нас. Это еще раз подтверждает существование торговых путей из Китая через нашу страну. И зеркала, они соединяют, как бы у них очень хорошая связь с Солнцем и Луной. Это у тюркского народа. И даже когда в лунное время там зеркала даже можно было вносить на улицу, или старались ставить так, чтобы лунный свет попадал туда. Именно поэтому во всех древних культурах мира зеркала были круглыми, как Солнце или Луна. И во все времена им приписывали не только потусторонние, но и очищающие свойства. Так, например, воины античности брали на полированные до блеска щиты, чтобы они отражали смерть. Подобное применение было и у нас. Еще в тюркском народе зеркала использовались как воины. Они делали, ну как бы выливали такие щиты, да, чтобы как бы отражало противников. Ну, слепило их или отражало, таким образом это тоже помогало им, как бы, ну, побеждать, да, на битве. Тут приходит на ум легенда о том, как Архимед во время Пунической войны в 212 году нашей эры применил зеркала, чтобы жечь римский флот, который осаждал сиракузы. Впрочем, было ли это на самом деле, ученые так и не выяснили. Однако именно это удивительное сочетание практических и магических свойств зеркал издревле и по сей день привлекает людей. Особенно, когда у такого предмета есть своя история. На вид, может быть, оно и не очень такое взрачное и красивое, но оно притягивает. И это зеркало, ну, я думаю, со своей историей. И очень бы хотелось, я думаю, что, может быть, еще буду искать историю этого зеркала. Это зеркало имеет, возможно, не такую древнюю, но все же интересную историю. И она в который раз показывает, что зачастую мы проходим мимо настоящих произведений искусств и даже не подозреваем об их ценности. Пришла такая идея, вот, ну, захотелось зеркало побольше узнать о зеркалах, ну, так как зеркала – это такие тайны всех миров и во всех народах. И тут в Казахстане на просторах интернета появилось вот объявление, увидела, и, значит, мы договорились, приобрели это зеркало. Бывшая владелица рассказала, что зеркало в ее семью пришло вместе с приданным. Такая традиция зародилась примерно три столетия назад, когда Петр I приказал построить зеркальный завод в Москве. Фабричные зеркала были достаточно дорогим удовольствием, и зачастую их отдавали девушке в качестве приданного. Первые стеклянные зеркала были придуманы римлянами в первом веке нашей эры. Стеклянная пластинка соединялась соловьяной или свинцовой прокладкой. Однако из-за распространения христианства, которое считало этот предмет происками дьявола, о зеркалах забыли на многие столетия. Лишь в XIII веке в Европе появились необычные мастера-стеклодовы. Они заливали расплавленное олово в стеклянную колбу, которую потом разбивали. Зеркала получались вогнутыми и все искажали, но и это было чудом. И только в начале XVI века братья Андреа и Домиико из Венеции придумали, как сделать плоские зеркала на ртутной амальгаме. Секреты их работы так тщательно охраняли, что всех мастеров переселили на остров Мурана, сделав пленниками. А Венеция целых полтора века богатела на зеркальной монополии. А затем в 1835 году химик из Германии Юстов фон Либих изобрел зеркало с серебряным покрытием. С тех пор технология изготовления этих предметов практически не менялась. В первую очередь стеклянную панель отправляют на промывку, где ее моют водой и окисью церия. Это специальный порошок, которым полируют поверхность. Затем на стекло наносят слой жидкого олова и слой серебра. При помощи химического активатора оно отвердевает, взаимодействуя с оловом и приобретает привычные нам отражающие свойства. После этого наносят еще несколько защищающих серебро слоев и отправляют в печь. На данной печи происходит процесс закалки. То есть стекло до этого сырое. До этого с ним можно сделать что угодно, обрабатывать, сверлить. Но как только она попадает в печь закалки, уже ничего не изменить. Для зеркал печь нагревает до 71 градуса по Цельсию и выдерживает изделие 75 секунд. Затем на обратную сторону наносят несколько слоев краски и также отправляют в печь для высыхания. Кстати, закалка на стеклах, особенно зеркальных, нужна и в том числе для того, чтобы придать стеклу прочность и сделать его безопасным. Закалка вообще это процесс термической обработки. При закалке стекло попадает в печь, там порядка 700 градусов, и после нахождения 10 минут в этой печи оно обдувается и совершенно меняет свои свойства. Она становится в 5 раз прочнее, безопаснее. Вы сами видели вот эти вот разбитые стекла, которые бьются на мелкие кусочки. Это и есть закаленное стекло. Самое интересное, что стекла в этой печи меняют свои свойства не при нагреве, а при обдуве. Именно тогда происходит переформирование его структуры. И если сделать это неправильно, стекло или зеркало может сломаться. Поэтому весь процесс контролируется компьютерами. На данный момент мы видим, что температура в печи 680 градусов. Время остаточное, сколько еще в печи находится, это 140 секунд. Толщина стекла 8 миллиметров. Размер стекла 2,250 миллиметров. То есть в стекольном бизнесе все измеряется в миллиметрах. То есть мы видим, что через 126 секунд данное стекло выйдет из зоны нагрева и попадет в зону обдува. Готовые изделия рабочие обрезают до нужного размера при помощи швабры. И нет, это не то, о чем вы подумали. Швабра – это, так скажем, линейка, на которой находится деление. То есть все измеряется в миллиметрах. Несколько видов есть швабры. На нем находится на конце тот же получается стеклорез, но со специальным, опять же, алмазным камнем. Однако современные зеркала не ограничиваются только лишь формой. Зачастую им придают огранку по краям и даже рисуют полноценные узоры. На данном станке происходит обработка стекла именно алмазной гравировкой. То есть на стекло, на зеркало можно навести любой рисунок, любой орнамент. Предварительно создается в программе, так сказать, чертеж и потом передается на данное устройство. Здесь уже мастер вводит эти данные в станок и станок уже повторяет то, что нарисовано на листке. Разнообразие форм и способов украшений сделали зеркала неотъемлемой деталью практически любого интерьера. Причем сегодня дизайнеры помещений не ограничиваются лишь стандартной функцией этого предмета. Зеркала используются для зрительного расширения пространства, отражения солнечного света во внутренние комнаты и коридоры и даже исправления недостатков интерьера, вроде необычной планировки выступов и арок. Поэтому стекольные компании выполняют заказы любой сложности. В данном стенде мы видим, что это уже готовые изделия. То есть это зеркала в багете, это зеркала уже с алмазной гравировкой, это зеркальное. Зеркало обработано специальным фацетом, то есть скошенной грани. Но и не стоит забывать, что красивое зеркало само по себе может стать предметом искусства. Ведь не зря вплоть до 17 века это был самый дорогой товар домашнего обихода. И что тогда, что сейчас внешнему виду этих изделий уделяют много внимания. Это алмазная гравировка. Мы можем воспроизведить любой узор. То есть от прямых линий до каких-то извилистых узоров. Да, обрамление зеркал издревле придавали особое значение. Сначала это были металлические или деревянные оправы. Их богато украшали слоновой костью, драгоценными камнями или резьбой. Ценность таких изделий возрастала в разы. Ну и дерево само по себе, оно как бы живее, чем зеркало на самом деле. И энергетика по этому немножко другая. Кстати, помимо энергетики, зеркало нашей героини действительно достаточно старое. Реставраторы, которым мы его показали, определили примерный возраст. Оно было произведено в 40-х годах прошлого столетия. Вероятно, в послевоенное время. А его прямоугольная форма указывает на российское фабричное производство. Так что оно вполне могло быть приданым сестры, его бывшей владелицы. Кстати, приданное – это единственный способ передать кому-либо зеркало. Дарить их нельзя. Примета плохая. С уважением и с осторожностью относились к зеркалам. Именно казахи, тюркский народ. Потому что зеркало, оно такое, своего рода, скажем, в нем заложена какая-то мистика. И зеркала даже сейчас никто не дарит. Ну, нельзя дарить зеркала. И в те времена тоже. Как бы народ только можно купить. Но дарить, например, вам на свадьбу или на день рождения – это очень плохая примета. А еще, по утверждениям ряда исследователей, зеркала прекрасно хранят энергетику человека. Они многократно усиливают любые эмоции. Поэтому не рекомендуется смотреть в них, будучи в плохом настроении. Плохим людям не давали смотреться в зеркало. Вот, допустим, если ты пришел в гости, и ты не нравишься хозяину, то казахи не давали тебе… Ну, как бы старались все так мягко, как-то, знаешь, и зеркало не стояло, вот как сейчас все так популярно. Ну, зеркало – это как бы своего рода таинство. Оно было в хозяине, в комнате хозяина, например. Или в таком месте, где, ну, только могли домочаться, смотреться или что-то вот еще. И, конечно, зеркала зачастую связывали с потусторонним или загробным миром. В древности считалось, это своего рода портал, через который духи или люди могут путешествовать по измерениям. Потом мы все знаем, что во всех народах закрывают зеркала, когда уходит человек, да, потому что, чтобы дух этого человека не потерялся в этом мире. Но, конечно же, зеркала – это не только мистика и суеверие. Их активно используют в научных и промышленных отраслях. Микроскопы, телескопы, гелионагревательные установки, солнечные панели, автомобилестроение и медицина – это лишь малая область применения этого изобретения. И без технического прогресса все это стало бы невозможным для человека. Такую уже без техники не сделаешь, потому что, как я уже говорил, тут составляющих несколько. Первое – это, естественно, уже закладывание в определенную программу, потом это передается все в станок, дальше – работа мастера. Но мастер должен следить за соответствием размеров, точки отсчета и правильности обработки. В современном мире зеркало – это необходимый предмет, который украшает каждый дом. Широта его применения от практических до мистических направлений делает это изделие уникальным и универсальным. Между тем, далеко не каждый знает секреты его происхождения. Но только не вы. Оставайтесь с нами, и вместе мы услышим новую историю вещей. Продолжение следует...